Как люди могут так поступать друг с другом? В голове не укладывается. Эти молодые немцы, христиане, евреи и мусульмане, посетили бывший концентрационный лагерь Освенцем, который стал свидетелем едва ли не самых ужасных преступлений против еврейского народа. Здесь были убиты миллионы евреев. Сегодня Освенцем – это мемориальный музей, возвращающий жертвам Холокоста человеческое лицо. Страшно представить, сколько страданий могут причинить другим люди, когда у них в руках власть. Очень сильное переживание. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Сегодня мы воспринимаем Освенцем как музей, но за ним скрываются миллионы человеческих жизней. Этим летом я впервые побывала в бывшем концентрационном лагере в Бухенвальде и думала, что теперь готова посетить Освенцем, но он оказался намного хуже. Эти молодые люди приехали сюда по своей воле. Эту экскурсию для них устроила немецкая некоммерческая организация, цель которой – сблизить представителей разных религий. Люди, которые иначе вряд ли бы встретились. Если честно, до того, как отправиться на эту экскурсию, я едва ли когда-либо пересекалась с евреями. Мне не доводилось с ними общаться. Аушвиц-1 был первым из целого комплекса лагерей. В нем одном погибло от 60 до 70 тысяч человек. Когда мы только вошли на территорию лагеря, я подумала, так вот где все это происходило. Но когда мы уже зашли в здание и увидели все эти изображения и фотографии, меня захлестнула волна эмоций. В какой-то момент дошло до того, что я перестала вообще что-либо соображать. В голове у тебя уже есть какое-то представление о том, что там происходило. Но это ни в какое сравнение не идет с реальностью. Все было в тысячу раз хуже. Я приехала туда, зная, какие ужасы там творились. Но теперь мне об этом известно намного больше. Я узнала, где именно это происходило. Там все очень подробно объясняется. Это так сильно на меня подействовало, что я, кажется, просто отключилась. Я как бы оградила себя от эмоций, абстрагировалась. И от этого мне стало не по себе. Потому что мне показалось, что это как-то бесчеловечно. Ничего не чувствовать, не плакать и не переживать, когда то, что произошло, было настолько душераздирающим. Аушвиц-2, он же Биркенау, был самым крупным немецким лагерем смерти. Его выстроили, когда первого уже стало не хватать. Здесь нацисты уничтожили около 1 миллиона 100 тысяч человек. Большинство было убито в газовых камерах, где для этого применялся ядовитый газ «Циклон-Б». Каждый день тысячи жертв спускались по этим ступеням в огромную раздевалку. И только тогда понимали, что душевые комнаты на самом деле были замаскированными газовыми камерами. Около 900 тысяч человек было отравлено газом сразу по прибытии в лагерь. Я думала, что буду плакать, не переставая, потому что я довольно эмоциональный человек. Но у меня вообще плакать не получалось. Настолько угнетающе это на меня действовало. Тебя охватывает сильнейшее чувство злости на людей, которые оказались способны на такое. Это чудовищно. Мне кажется, когда сразу столько людей что-то делают, в том числе что-то ужасное, то остальные думают, ну не могут же они все ошибаться. Жертвами стали миллионы людей, у каждого из которых была своя история. Нацисты отобрали у заключенных все, что у них было, даже их волосы. Я туда заглянула. Сначала нас повели в другой зал слева, а справа было помещение со стеклянными витринами, и в них волосы. Я мельком на все это взглянула и подумала, нет, я не хочу идти туда. Особенно все эти личные вещи, детские ботинки, протезы, костыли, от их вида и правда становилось жутко. Одно дело смотреть на фотографии в интернете, а совсем другое увидеть все это своими глазами. Нацистами были записаны имена всех шести миллионов евреев, которых они уничтожили. Списки можно найти в Государственном музее Аушвиц-Биркенау. Я сначала подумала, что на одной странице будет максимум одно или два имени, не больше. Но нет, там вообще не оставалось свободного места. Все было заполнено именами. Тогда я стала искать нашу фамилию и обнаружила вот такую стопку страниц с однофамильцами. Моя фамилия Баум. Здесь всего, кажется, страниц пять Баумов. Люди, мне кажется, не понимают, что за каждым именем в этих списках стоит человек, который незадолго до своей гибели наслаждался жизнью в кругу родных и близких, и которому даже в голову не приходило, что такое может произойти. Некоторые евреи не стали бежать и скрываться, просто потому что им не верилось, что такое, в принципе, возможно. Группа также посетила популярный среди туристов город Краков на юге Польши. Здесь молодые немцы самых разных религий смогли познакомиться поближе, что также являлось целью этой поездки. Поход в местную синагогу дал им понять, что в этой главе истории Германии невозможно раз и навсегда поставить точку. Страна обязана и дальше нести за нее ответственность. Германия должна признать свою вину и никогда о ней не забывать. Участники также обсуждали международные конфликты, в частности, конфликт на Ближнем Востоке и отношения между Израилем и Палестиной. Когда видишь, что вокруг творится несправедливость, абсолютно неважно, кто это делает, даже если эти люди или, скажем, государства сами являются жертвами, и при этом вдруг выясняется, что они, в свою очередь, угнетают других или заставляют их страдать. В любом случае необходимо добиться того, чтобы справедливость восторжествовала. Все должно быть ровно так же, как и в отношении любой другой страны. А еще Европа обязана следить за тем, чтобы международное право соблюдалось другими государствами и осуждать те страны, которые его не соблюдают. При этом никто, конечно, не должен сжечь израильские флаги, ведь Израиль – такое долгожданное убежище для еврейского народа. На встрече перед ними выступила одна из жертв Холокоста. Стефания Верник родилась в ноябре 1944 года в лагере смерти Беркенау. Перед вами стоит человек, родившийся в самом, что ни на есть, аду. Стефания Верник рассказала гостям из Германии, что ее мать прибыла в лагерь уже беременной, но скрыла этот факт во время отбора узников, опасаясь, как бы ее сразу не отправили на смерть. Мою маму вместе с другими женщинами доставили в лагерь на грузовике. На въезде их встретила немка-надзирательница из привилегированных, или Капо, как их называли. Она им сказала, «Вы прибыли в лагерь смерти. Отсюда только одна дорога, через дымовую трубу». Вскоре на свет появилась Стефания Верник. Новорожденная девочка привлекла внимание снискавшего дурную славу доктора Йозефа Менгеле, проводившего эксперименты над заключенными. Доктор Менгеле регулярно приходил со своим ассистентом и забирал меня для проведения осмотров. Мама рассказывала мне, что после этого меня почти невозможно было успокоить. Я не знаю, что они там со мной делали, что мне давали, какого рода псевдонаучные исследования они проводили. Никто не знает, что именно там происходило. Когда в январе 45-го советские войска освободили Освенцим, мать с дочерью наконец оказались в безопасности. Стефании Верник удалось выжить, и теперь в свои почти 77 она окружена заботой своей семьи. Семья у меня большая. Нас 33 человека. Вспоминовение душ шести миллионов евреев, павших жертвами Холокоста на территории Европы, которые были убиты, умерщвлены, сожжены и погибли, воздавая Господу славу имени Его. Мне кажется, что многие сейчас, особенно люди моего поколения, больше готовы принять людей других национальностей, других религиозных убеждений и вообще в целом куда более толерантны, чем представители предыдущих поколений. Мне бы так хотелось, чтобы история нас чему-то научила, но сомневаюсь, что это возможно. Едва ли нечто подобное может произойти сегодня. «Имгры, имру, имру, Amen. Субтитры создавал DimaTorzok